здравствуйте новый день новые заботы вчера целый день проскакал около дома у окон которого опять летает неугомонная синица контужная я так и не успела даже пройтись по участку и посмотреть что здесь творится ведь это милая традиция каждого дня вот распустился белокоплитник карате и маленькие листочки скоро будут достигать сантиметров 60 в диаметре и полез он совершенно не туда куда хотелось бы как бы не забил он мне всю новенькую смородину вообще-то сажал я его вот здесь но корневая система у него бешеная и он пополз совершенно не туда куда предполагалось я-то думала что он берег пруд будет корнями держать но не не сбылось вода в пруду сейчас кристальная шныряют лягушки готовятся к свадьбам а вот небо начинает заволакивать сегодня предстоит очень многое успеть чуфырь вот интересно где симба шляется этот домосед только сегодня вышел прогуляться потому что обычно находился все время на втором этаже но сейчас показ позволяет погода решил пошляться по участку вот-вот распустятся нарциссы желтые крокусы которые вероятно проживут еще несколько дней и распустила сверетеница которую я притащила из леса нашла в лесу одну единственную полянку ну что ж надо возвращаться к своим трудам вчера то была присказка а вот сказка сегодня ну казалось бы диапазон был здоровенный две стены но сегодня надо добивать вот эту доску и столб покрывать лаком все рамы замазывать то что я не замазала вчера ну и естественно докрашивать последний желтый кусочек дома около к понкиной конуры и конуру также и все это надо успеть сегодня ну вот пожалуйста я вчера даже не заметила как вот эти малыши которые ником не когда-то прислала на 8 марта распустились суета суета томление духа посмотрим посмотрим что я успею сегодня сделать честно говоря после вчерашних прыжков по лестнице состояние несколько ущемленные так четверочку номер дома надо снимать вот это все убирать потому что раньше тут просто лежал лед вон остались еще его куски и сначала мне надо взявшись за грабли метелку все приводить в порядок да вот с этого объекта я пожалуй и начну поня я покрашу тебе даже крышу покрашу в суриком потому что он более стойкий чем краска которой я покрываю стены так ладно хватит болтать надо сокращаться марлезонский балет часть 2 елки-палки уже полдень джентльмены пьют и закусывают и только я продолжаю сокращаться нет надо сделать небольшую паузу и провести итоги первой половины дня ну вот исчез последний кусочек желтого дома обновилась понькина конура но с ее подставками под воду и корм придется еще повозиться кости мы что-то не едим гуляла она родимая сегодня и ночью и утром до тех пор пока я не проснулась но участок теперь приходит сама ну а завтра дождь не дождь слякать не слякать я плюну на все и ринус в лес в том лесу где обычно собираю старочки я была ровно неделю назад а послезавтра автолавка и никуда не ринешься поэтому завтра у меня точно выходной ну что ж я успела покрыть лаком наличники на всех шести окнах дома в общем то немножко заблистала раньше я покрывала их яхт лаком и вот если вот здесь на северной стороне он хоть немного сохранился то на западной которая часто освещена солнцем пришел в полную негодность оказалось бы яхт лак честно говоря им разочаровано ну вот калитку я тоже покрывал яхт лаком уж не знаю что ребятам заказать для того чтобы все обновить и вообще клеточку надо переделать меня повело даже на то чтобы выбрать два высоких окна до которых я обычно не достаю ну тут уже тоже все покрыто лаком и можно было себе такую роскошь позволить ну естественно пока рассада на окнах только снаружи и моя великолепная лестница как всегда меня не подвела буди до чего же я с ней сроднилась честно говоря от покраски я уже начала немножко подуставать надо сделать паузу ну что ж сделаем для того чтобы немножко отдохнуть у меня есть не только место где можно покурить со вкусом но и лопата вот сейчас я за нее пожалуй и возьмусь потому что мне в среду должны привести лук сивок надо сокращаться ну что ж полагаю на сегодня рабочий день закончен можно отдыхать вечерит закрылись мои любимые крокусы и распустился первый цветочек который я притащила из леса нашла одну единственную полянку на которой такие цветы произрастали по моему их название пролеска ну а в огороде сокращаться также удалось вот теперь можно ждать среды а что касается того чтобы посадить лук это не проблема можно сделать и под дождем и во влажную землю чеснок прет вовсю ремонтанная клубника на новой грядке прижилась не ахти какие формы но главное что вырастет то вырастет так обычно говорят на выпускных в школе завтра меня порадуют новые нарциссы и я сегодня на блюдо о аська пришла ты чё там пыль хвостом разметаешь ну что соскучилась так ази мы завтра собираемся в лес если хочешь можешь составить нам компанию ну что тебе же с карькой играть хорошая моя собака нет это краска ничего такого просто я еще не успела отмыться полагала что все сотрется само собой в процессе общения с лопатой мотыгой и граблями которыми я разбивала комки земли придавая грядке хоть какую-то форму вот этот кусочек тоже уже отработан здесь я успела посадить салатики лук на зелень укроп петрушку а крыс салат который очень люблю с этими грядками вообще хлопот не будет вообще чем хороши стационарные их очень просто обрабатывать а у меня к тому же есть еще обыкновение перекапывать грядки под осень как огород и знаешь куда бросаешь удобрения я собственно гряду вот к этой березе посмотреть что там учудили с гнездом дрозды они сегодня целый день здесь порхали свадьбы у них уже закончены ну что ж получилось вполне фундаментальное сооружение да хорошее местечко выбрали месяц от огород как на ладони и пикировать за ягодами им будет крайне удобно симпатичные птички веселые но когда они начинают набрасываться на смородину жимолость и прочие ягодки которые я сажаю для себя из своих ребят мне это честно говоря не особенно нравится за ними крайне интересно наблюдать ну что ж завтра рванем в лес совесть моя чистая можно заваливаться вызвом и отдыхать ну что ж счастливо всем хорошего вечера и приятного завтрашнего дня до свидания